Которые надо взять на вооружение. Это очень важно, что вы комплексно подошли в оценки экстерьера, экстерьерного профиля, продуктивного и геномного. И в комплексе это имеет кумулятивный эффект на оценку племенной ценности, которая выводится в индекс. Но у меня вопрос конкретно, потому что я занимаюсь свиноводством. Есть мнение в молочном деле, в свиноводстве, что не нужно обращать внимание или особое внимание на экстерьер животных. А более ше в индекс племенной ценности по принципу пик-блак или по другим оценочным признакам оценивать количественные признаки, то есть продуктивные. Как вы считаете, правильно ли это подход? Или все-таки надо экстерьер оценивать по другим видам сельскохозяйственных животных? А по аналогии с вашей... В следующий момент я не знаю, что вы считаете, что вы считаете, что вы считаете, что вы считаете? Но я с вами согласен, что на свиньях абсолютно экстериале не имеет такого большого значения, потому что на свиньях абсолютно не имеют никакого значения. Вы согласны, что в вашем парадигме применима к остальным системам? Я не знаю, что в моем парадигме применима к остальным парадигме. Потому что в моем парадигме применим акции, потому что на свиньях очень важно, Продолжение следует... Продолжение следует...